Ммм, а как пахнет, а как пахнет, чикадем, чикадем, чикадем. Акция действует до 12 июля. Миш, слушай, я хочу кое в чем признаться. Чувак, я, короче, дико не шарю ни в криптовалютах, ни в биткоинах, ни в блокчейн-технологиях. Для меня это как для моей бабушки интернет. Я знаю, что биткоин постоянно растет, постоянно падает, и кто-то постоянно на этом зарабатывает неплохие деньги, но не я. Что делать? Ну, если ты не хочешь в этом разбираться, собственно, как я, то я тебе порекомендую обалденных ребят, профессионалы стартком. Они позволяют зарабатывать на современных технологиях, не переводя деньги в саму криптовалюту. Я оставлю на них ссылку в описании ролика. Смотрите, переходите. Круто, я прямо сейчас туда по ссылке перейду. Давай, я тоже, а то я задолбался с пятым айфоном ходить. Друзья, всем привет. Это канал «Пацаны и вообще ребята» и легендарное шоу «Есть три стула спешл эдишн». Сегодня здесь я, Грег, сегодня здесь лил дождь и Паша техник. Я ебал в рот, Парс. Австрию? Парс. Как вы поняли, сегодня у нас специальный выпуск, который посвящен кулинарии. Сегодня три стула мы задвинули далеко-далеко под стол. Кулинарный техникум. Понял почему? Понял. Итак, Паша, мы тебя позвали не просто так. Давай. Ты будешь не просто так тут стоять, будешь готовить. Вы слышали, что у меня ресторан «Ивлев Плаза», что на Южно-Сахалинский дом 19. Нет. Только что? Я просто рекламирую, у меня прекрасно, мучо густо, лямо, лямо. Итак, Паша, смотри, мы, в общем, взяли те продукты, которые начинаются на те буквы, которые начинаются Паша техник. То есть на букву «П» и на букву «Т». Итак, смотри. Паста, творог, томаты, помидоры, прованские травы. А! Есть голландские травы. Да. Отлично. Давай дальше. Тунец, персик, пармезан, перец, петрушка, масло подсолнечное. А подожди, пусть угадает, пусть угадает последнее. Угадай, что это. Почему? Это шоколад. А почему он ни на «П», ни на «Т». Ну, называется на «П». Как? Путин! Да, это шоколад «Путин». Плитка шоколада и мертвая рыба. Угадаешь рыбу? Птенец. Почти, но треска. Итак, Паш, ты когда-нибудь готовил? Да. Твое любимое блюдо. Мое любимое блюдо это лангуст, разрезанные посередине вот так вот. И на гриле. Я люблю его с пивком. Часто готовишь его? Нихуя не делаю вообще. Ну, люблю, когда отдыхаю в доминикане, когда я нюхаю. Слышь, говорю, «ми густо». Мне лангусто. Вот если бы ты был, допустим, каким-нибудь овощем или продуктом, то каким бы продуктом ты хотел бы быть? Знаю, мне хочется быть огурцом. А почему? Потому что он бывает и соленый, и малосольный. Ну и там... Как говорится, всегда к столу. Да. Всегда без огурца никуда. Вот, отлично. Огурцам кончики отрезают обычно. Таким огурцам? Еврейским огурцам. Настоящие мужики ждут огурец, блядь, от начала до конца. А это все пидорская, московская хуйня. Многие, я помню, раньше даже лечились огурцами. Помните? Да многие бабы со... Достаточно, да. Мы нихера не знаем, на самом деле, что мы будем делать, но надо с этим что-то сделать и что-то из этого приготовить. И тут... Есть сковородка. Вот сковородка. Давай, я наберу воды. А, ты хочешь... Не-не, все. Чик-чик. Чик, все. Чик, игра пошла. Джонни, игра пошла. Терри-терри. Туда идут макароны. Так, может, воду сначала? Нихуя. Без воды будем варить? С водой варят, только пидорасы. Я итальянский шеф. Это мазар... Каброны, мазарок. Я повар, у меня 14 звездочек. Мишлен, и меня трогал студент за член. Воду наливаем из-под крана. Похуй. Да, Паш, как скажешь? Вообще похуй. Паш, как скажешь? Ты сегодня хозяин этой кухни, и ты... Как говорили у нас в Атальянской тюрьме, похуй, пидоро, чулки. Так не забывай, мы не материмся здесь, в этом шоу. Все матные мои салаты будут словом ПУТО заменены. Смотри, берем. Для того, чтобы их поджарить. Аккуратненько берем. Руками. Паш, погоди, погоди, погоди. Паш, Паш, для начала давай начнем с нарезки овощей. Это ваша работа. Для салата нам понадобится упаковка томатов, два перца. Но не те, о которых вы подумали. Я буду заниматься персональным творением. У меня творог будет. Здесь... Тунец. А, я, например, тунец открою. Вы его чем собрались открывать? А вот это секрет. Покажа нам, есть ли у тебя какая-нибудь итальянская методика для того, чтобы открыть тунец? Если честно, я вот был недавно в городе Болония. Там один муджик открывал пальцем. Но, к сожалению, я не могу. Я не итальянец. На, держи. Давай. Паша. Паш, может быть, у тебя есть чем возможно открыть эту банку? Подожди, братан, я вот думаю. Че, ножик мне? Ножиком тяжело. О, мой фокус из детства. Ого, как ты это делаешь? Я это делаю молча. Только вот забыл, как открывать ей. Детство-то мое уже прошло. Раз, два, три. Вот и отлично, Паша. Какой же ты волшебник? Как ты так открываешь тунец постоянно? Кого нет тунца, у того капает с конца. Тунец этот из города Парма. Я думал, что на старой доброй реке Ла Рива де Ла Боча. Это знаменитая река. Хотел рассказать, да. Ты занимаешься резкой салатом, стало быть. А кто из русских еба-рэперов тебе интересен? Мне, Паш, на самом деле, кроме тебя, мне никто не интересен. Я не рэпер. Ты блогер? Не блогер. Паш, а давай поиграем в такую игру с тобой. Подожди, макароны горят. Не горят, не горят, Паш. Вот, допустим, мы с Мишей тебе сейчас произносим имена известных рэперов и блогеров. А ты говоришь, какой у тебя с ними ассоциируется овощи или продукт или фрукт. Вот с чем у тебя, Миша, ассоциируется, Паш? С каким овощем или фруктом? Паша у меня, скорее всего, ассоциируется с кактусом. Кактус. Да. Хорошая идея. Пока камеры не видели, я насыпал специально. Зачем? Ты аху! Это старый итальянский метод аху. Ты у нас ассоциируешься вот у Миши с кактусом, у меня с членом. С чесноком хотел сказать. То, что ты полезный, такой терпкий. Смотри, Паш, давай остановись с нами рядом. Вот, допустим, фейс. Капуста, потому что она в бургере. С чем у тебя ассоциируется Ти-фест? Ти-фест у меня ассоциируется с каким-то фестивалем. На фестивале обычно подают шампанское. Под шампанское какую-нибудь ценую креветку, рыбу. Хорошо, идем дальше, Паш. А фараон? Что за продукт или что за овощи? Фараон, тот еще фрукт. Есть такое лекарство, оно только в Доминикане растет. Доказано, что оно убивает раковые кредки гораздо лучше, чем терапия за рога. Могу зайти в интернет и посмотреть название. Известное очень, оно стоит там один доллар. Брата, ну мы же блогеры, ты просто так скажи. Хоп, и здесь появится название. Вот это название. Запомни, всего один доллар, ван песо. Какой-нибудь гуф, это какой овощ или фрукт? Честно, гуф почему-то у меня ассоциируется с картошкой. Почему? Я не знаю. С какой? Вареной, жареной? А разваренной. А почему? Ну, здесь ответа я не могу, честно, не могу ответить. Но в этом нет ничего плохого. Паш, раз речь зашла о гуфе, значит, я не постесняюсь спросить и про птаху. Вот с каким овощем у тебя ассоциируется птах? Или с фруктом. А, Паш? А можно я эту овощу съем? Ты хочешь сказать, что птаха у тебя ассоциируется с персиком? Нет. Шоколад? Я сам не знаю. Что мы сегодня готовим? Ты нас заставил резать овощи. Ты уже практически приготовил макароны, но не говоришь, что это будет. Это лягуста паста. Лягуста паста. Что мы будем делать с овощами? Будем соус какой-то готовить? Поджарку будем из этого делать, Паш? Поджарку из-за рыбы. Рыба это основное блюдо. Или что это будет? В сковороде. Мы пожарим рыбу с овощами. Правильно? Блядь, да. Поговаривают среди кулинаров и шеф-поваров мира, что у тебя не одна звезда Мишлен. У меня... Стоп. Поехали. Стоп. Ну, 14 из 88 у меня есть. А за какое блюдо ты их получил, Паш? Заблюдаю. Ля бока де ля ночи. Это шаверма? Хуерма. Паш, макароны твои готовы. Я, как твой су-шеф, и Михаил тоже су-шеф, я вылью все. Масло уже здесь есть. No, 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 no. Я хочу, чтобы зрители видели. Паста ля паша, ля техник готова. Ля грома. А теперь нам нужно приготовить ингредиенты. Да, Паш? Да, 100%. Павел, как будет называться соус, который мы приготовим к этой пасте? Ля куня. Что входит туда? Ну, а ты каким хочешь вообще соус видеть? Не-не, братан, ты правильно сделал, ты сделал. Прошу показать это в кадре. Что это? Вот эти великолепные спагетти из берегов Болонии. Они готовы и заправлены чесночным соусом ля крок и лимурной кислотой. Слушай, пока горячий у нас все еще готовится, салат... Ебанат какой-то, блядь, да? Паш, расскажи, вот что сейчас происходит, с чем мы столкнулись на съемочной площадке? С тем, что шумит немного звук сверху, потому что какой-то мутант там сверляет пол, или, я не знаю, или, может быть, он делает карниз, или, может, его жена не там... Ну, вот сейчас он уебан просто. Сейчас я тебя нашпигую, блядь, сучок. Десерт использовал творог, использовал... Как он, мандарин или что это было? Разрезали, засунули в бокальчики, подрочили, блядь, шоколад добавили. Паш, раз ты начал готовить десерт, мне кажется, это ты к тому, что хочешь рассказать историю о самом романтическом ужине, который у тебя был уже. О самом сладком ужине. Да, у меня руки чистые, я после туалета мою. Паш, раз ты начал готовить десерт, мне кажется, самое время сейчас рассказать о истории о самом романтическом ужине, который у тебя был. О, блядь, это было так давно, где-то в 76-м году, на острове Италия. По-моему, это бы находилось где-то в районе Тайнарика, в горах, вот где вот, в скалах. Так, так, так. Я... Ну, ты, она... Нет, я и Федерико от ужинали цыпленочек табака. И давай, Паш, это самый романтический ужин в моей жизни. Давай, Паш, начинай. Давай. Самый романтический ужин в моей жизни, когда же был на берегах Тайи. В Афлоренции. То ее красивое красное платье. Олеганно, видите, мы на площади. Я помню тот ресторан. Ла Кабронь, он назывался. Мы сказали, там чудесная паста под соусом песто. Там было просто песто. Ну, она сказала, что не выйдете меня. Почему? Потому что я ее... Блевал. Я блевал с этого вина, который мне принес этот официант. И тогда он сказал, что не выйдете меня? Да, он сказал, ай, пардон, перроли, перроли. И там вообще мат-перемат один. Ну как, ты пережил эту историю? Да, у меня жена из Украины. Хорошо. Тем временем уже наш салат готов. С тунцом и с помидорами. Как говорится, тунец, техник, помидоры, Паша. А у нас готов уже десерт. Плитки шоколада, персик и творог. Я предлагаю выставить пока вот сюда уже готовые блюда выставлять. Особый подход от шефа. Мы продолжаем готовить горячее блюдо. Я думаю, Миш, сюда можно уже выливать вот это. А как пахнет, так как пахнет, и как пахнет, пахнет, и приправа. О, Белла! Белла! И приправа хуторок. Ммм, прекрасная. Приправа бабушкин хуторок. Если ты не пидарок, покупаю бабки хуторок. А, подожди, мы в пасту должны были натереть этого. Сам в конце, так как сам в конце. Пришло время кое-кого отжарить. Паша, наверное, имеет в виду начать рыбу готовить, да, фреску? Ммм, наверное. Обычно я это делаю так. По-итальянски, когда мне научили в Сицилии, когда чертон капоне. Отлично, Паша, я смотрю, ты уже приправил нашу... Нет, 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 еще четыре подброса. Давай. Все уже. Все, было. Стейк из трески, это чистый продукт. Норвежская треска прилетает к нам из Камбоджи. Мы ее обрабатываем водой, термоизоляция, плюс озонокуассиловое движение. Слушай, Паш, ты ощущаешь себя звездой Ютуба? Ну, тебе пишут, как Фейсу там молоденькие телочки, сиськи свои присылают? Да! Нет, я не знаю. Расскажи, как реально поменялась твоя жизнь. Вот сейчас, допустим, после нашумевшего твоего видеоклипа я роняю тренды. Бай, пацаны, вообще, ребята, вот отсюда, отсюда и вот отсюда. Вот, Паша, расскажи, как поменялось все у тебя? Что мама твоя сказала? Ну, знаешь, у Паши есть мама, которая на самом деле счастье и здоровье, которая смотрит все видео, которые Паша выпускает и в Инстаграме везде. Что мама сказала, когда клип посмотрела? Клип прикольный, но я зубни включал. Я заберу у тебя сейчас сыр, все. Нет, отдай сыр. Отдай сыр. Сколько тебе раньше стоил концерт? 45. А сейчас? Сейчас он стоит около 150 тысяч рублей. За счет чего? Что поменялось? Ты переобулся, как Элджей, теперь прямая бочка? Прямая бочка и вода. Да не, пацаны, вообще, ребята помогли просто, пропиаривали. Я это, хочу заметить, что Паша обычно у нас в гостях в закрытых одеждах, либо куртка спортивная, либо кофта, а сегодня он демонстрирует нам свои рисунки на теле, Паш. Ты что из новенького набил, расскажи? А мне разного набил, стакан с сиропом, цианок с обезьянами, ну, этот, флуоксетин, таблетки, Xanox, мистер Xanoxx, да. Крокодил ест гучонка, сканк, скун, скует, сканк, ну, сам понимаешь. А, ну и... Это же этот? Да, Карлсон. Расскажи нам истории какие-то, вот ты ездил куда, на последний концерт, куда ты ездил? Нет, что ты хочешь сделать? Сейчас пей. Зачем? Выключи звук в телефон. Сейчас, ты нахуй. Давай, блядь, драка на кухне, блядь. Вот, интересно мне очень, кто хочет с тобой фитовать? Так, вот я не верю. Ну, кто предложил пока? По-любому, кто-то предлагает. Да, но я не могу разрешать эту информацию, так как за это мне заплатили 100 тысяч рублей. А мы тебе заплатим 110. 110. 10 сейчас прям дадим. Давай. Короче, есть такой рэбер, MC Киборг. Я ему гоустарайчу. Серьезно, MC Киборгу? MC Киборг. Серьезно? Слышал? Cyber. MC Cyber. Чувак, The Flow просто обосрется от этой информации. Вот это эксклюзив за десятку, блядь. Это инсайдерская информация. У нас есть бабки. Так что, ребята, никому. Меня замажьте вообще нахуй. Говорю, блядь, инопланетян. Это, если что, не ты. Да. И еще, кстати, сотку на карту. Ты знаешь. На тройку. Нет. Нет, на социалку. У тебя есть, кстати, карта москвича? Да. Серьезно? Зачем она тебе? А мне, чтобы ездить на халяву. И ты ездишь? Да. Ты же на Oxonaxe летаешь, судя по клипу, везде. Блядь, ну, братан, ты бы меня таким сделал, что я летаю на халяву. Оксана, на самом деле я летаю на других таблетках уже давно. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Расскажи, как ты ездил на гастроли в Ставрополь. Там был пиздец полный. Расскажи. Просто хорошо съездил вот это все. Куда? В Ставрополь я съездил очень хорошо. Мне там понравилось. Там было весело. Там было холодно. Я выступил. Ну, зачитал рэп, потом мы поехали. Поговорили, пораповали. Потом немножечко... Не-не-не. Скажи свой самый эпичный, лучший концерт, где прям тебе и... Нет, мой самый лучший концерт впереди. А худший? Уже был. Расскажи про него. Во Флоренции? Да, на него пришло 40 тысяч китайцев. Это гречка для вас, это гречка для нас, это гречка для сей планеты вечером. А Фредерико был? и не было этого пидораса федерико я был обижен хорошо паша а ты ходил на выборы 19 20 21 22 23 24 марта 25 так ходил пошли на выборы или нет говорите число 20 не ходил а если походил то как за кого бы голоса походкой скажи покажи походка гражданина российской федерации который должен идти на выборы можно мне взять бюллетей конечно а ручку дайте пожалуйста целых 2 по 7 тысяч по 8 за всем не оставь на серьезному но ты можешь не говорить подай без слов просто намекни за кого ты проголосовал бы за посейдона угадает под угадом плаванием из кандидатов судя по всего и рыб ебал на русалочек загрудинина это просто у вас богатое воображение и так мы закончили готовить паш твое блюдо и хотелось бы теперь узнать про каждое блюдо название как называется салат что я могу сказать я бы назвал этот салат децел и кей ле трюк почему потому что он производит во рту такой трюк как будто имбирь бьет в ебальник можно попробовать конечно и рассказывать аккуратно ты можешь изысканно есть смотри в камеру скажи его сразу первое что на ум приходит он был великолепный был великолепный его назвал даже лет трюк это бодяга в кишит кишмя на этом на сковороде сковороде заливаем маслом все это готовится хуяк рагу овощное готово все сверху тунца и на стол кто не будет есть тот пиздобол потом все равно будет есть под водочку горячее блюдо это у нас паста с овощами с тунцом и сыром пармезан хорошо паш первые мысли вот приходит ты попробовал сейчас блюдо и что я не ел тунца ел пасту мы в италии готовим на эту пасту за 20 секунд мне кажется как раз похоже это на децела вот дреды как раз нет братан знаешь почему рыба тунец треска думать думать тифэст давай горячо горячо титреск нет тифест нет текила а текила ничего себе неожиданно и так меня зовут пауло тиктинку летки и сейчас я нахожусь в ресторане под названием ла педрини итальянская кухня прекрасный ассортимент блюд вин хуурма шурма все прекрасно вот рыба у меня я ее тестирую специально для вас только чтоб приготовленный тунец по смоленске тунец по-смоленски в итальянском ресторане 1090 рублей акция действует до 12 июля десерт мы фирменный это долька шоколада творог и конечно же апельсин я называю это апельсин хорошо ваш твой блюдо ну а что за рэпер ну апельсин рэпер апельсин да это будет жак энтони жак энтони свежак спрятал в пиджак тебе нравится кстати эксперименты жак энтони с прическами мне нравится вы эксперименты в постели с девчонками итак друзья это был три стула спешил эдишен кулинарный техникум с пашей техником а если вам нравится такой формат то пишите в комментариях естественно мы будем приглашать еще гостей и пашу пишите какие вы хотите блюда коктейли блюда гостей да и ставьте лайк обязательно подписывайтесь на канал это грэг это лил дождь это паша техник и пауло техникулетти как тебе кулинарная рубрика в есть три стула знаешь хуйня я могу и поинтереснее придумать что именно поле чудес какие продукты мы используем мы используем тунец помидор лук макароны специи сперму томат спертами доказано что это меня трогали за счет так вот а чикадам 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 я повод пауло техникул готовил для вас такой ужин это слишком хуен для ваших вписан там заебучих дешевых с кока-колой и пантой подписывайтесь на канал пацаны и еще ребята паша техник был с вами с вами я с вами дымок и молекулярно в следующем выпуске будет молекулярная кухня отвечу на пидораса